ситуации. Вообще, я считаю, что эта тема очень сложная, потому что, с одной стороны, излишне жесткий закон о защите чести и достоинства, в принципе, не дает возможности никакую критику делать. Потому что, что бы вы ни сказали, это может быть воспринято как оскорбление, и, соответственно, можно засудить человека. А с другой стороны, отсутствие такого закона позволяет устраивать тоже безобразие. И тут нужно очень аккуратно разбираться. Вообще, при этом нужно учесть, что в любой стране мира суд, в общем, всегда внимательно смотрит, кто стороны. Если одна часть представляет, условно говоря, элиту, а другая непонятно кого, то в этом случае решение суда обычно, в общем, понятно. При этом, значит, форма разная. Например, в Соединенных Штатах Америки сутку априори чаще принимает сторону журналистов, потому что там очень сильная тяга, то, что называется, к свободе слова. А, скажем, в Европе иногда бывает очень жесткое отношение к журналистам, которые влезают куда-то там. Но в данном конкретном случае основной вопрос — это было ли событие, о котором, собственно, говорится, или его не было, и как его интерпретировать. Вот, собственно, и все.